Друзья, всех приветствую! Продолжаем работы по автомобилю Land Cruiser Prada. С одной стороны шаровую я поменял без демонтажа рычага, но здесь я занимался суппортом, поэтому попутно сделал я эту работу со снятием кулака. На второй стороне, честно говоря, заниматься выпрессовкой шаровой с помощью струбцины мне не особо хочется, потому что все это происходит на грани фола, и я, честно говоря, боюсь сломать струбцину, она денег стоит таких космических, и как бы ее жалко ломать. В общем, было принято решение попробовать рычаг все-таки демонтировать, ночь была долгой, но, в общем, болты я все открутил. Перед снятием поставьте метки, где у вас что стояло, то есть со всех сторон все я пометил. И на этой стороне более-менее у меня затея удалась. Закладушки у меня сдвинулись, и рычаг я демонтирую, и уже буду заниматься выпрессовкой шаровой на прессе. Основная проблема обычно закисает закладушка передняя на рычаге. Вот здесь вот есть закладушка, вот она. Она закисает насмерть. Сайлентблоки ей уже только пилить. В этот раз удалось ее расшевелить в сто попыток, и как бы я ее стронул и вытащу. А так как я ее вытащу, рычаг я скину и понесу на пресс. Если у вас закладушки пошли, дальше уже в принципе ничего сложного нету, все это дело разболтите, вытащите, открутите нижнее крепление шаровой, амортизатор, и погнали снимать рычаг. Рычаг демонтирован. Друзья, пробежимся по закладушкам. Вот он наш рычаг. Сайлентблок передний, сайлентблок задний. В основном более часто закисает передняя втулка сайлентблока. Из чего состоит у нас крепеж рычага. Получается передний сайлентблок, это болт, и вот такая втулка-закладушка. Как можно видеть, все ржавое. Именно вот эта втулка-закладушка развальная и закисает в рычаге насмерть, после чего все это дело вы уже на машине спиливаете. То есть запомнили, болт, скулка-закладушка, ответная шайба-крепеж. По передней части обычно попроще. Шансы демонтировать болт гораздо выше, чем закладушку переднюю. Итого имеем. Болт, назвальная шайба, и здесь еще отдельно гайка. То есть из того, что... Память на телефоне закончилась, продолжаем. В общем, в основных случаях, когда вы меняете передний рычаг, из того, что вам потребуется купить, это втулка-закладушка, вот эта вот, болт обычно живой сохраняется. Ответка тоже обычно живая сохраняется. Здесь как повезет, но рекомендую болт новый брать. То есть 50 на 50, либо закиснет, либо вытащится. Ну, закладушка обычно живая остается с гайкой. Поэтому обычно прям вот целый комплект крепежа не надо покупать, потому что он денег будет стоить таких нормальных. на переднюю часть втулка-закладушка по желанию болт. Может закиснуть, может не закиснуть, как повезет. Можете предварительно попробовать его открутить и посмотреть, насколько он живой. Если ничего не крутится, то значит комплект заказываете. Ну и здесь по желанию, в принципе, болт тоже можете взять. Остальное все обычно из крепежа сохранится. По сайлентблокам. Существуют оригинальные сайлентблоки на рычаг, но они очень большого размера, вот здесь, серьезного такого. Честно говоря, я пробовал их отсюда выпрессовывать. У меня не получилось. Поэтому, скорее всего, если вы захотите сайлентблоки перепрессовать, ну, наверное, их надо будет либо вырубать, либо выжигать, я не знаю. В общем, я пробовал, у меня не удалась затея. Поэтому заменой вот сайлентблоков здесь я не занимаюсь. Обычно я рекомендую все-таки поменять рычаг в сборе. Но если жизнь заставит и нужно сэкономить, а времена тяжелые сейчас маленько, ну, то придется уже заниматься перепрессовкой. Вырубить, высверлить, не знаю я, выпилить. То есть, теоретически сделать можно, трудозатраты просто большие. Возможно, какие-то оправки специальные надо заказать, например, у токаря выточить. Так вот, быстро, по-быстрому это за операцией не удается никогда. Ну и шар тоже, чтобы перепрессовать. В оригинале его нету, будем ставить неоригинальный. Усилие запрессовки очень большое. На прессе попробую показать момент страгивания. И так, рычаг водрузили на пресс. Не знаю, получится или нет мне показать вам усилие страгивания. Так, ну вот смотрите, я не знаю, насколько точный здесь указатель по усилиям, но 10 тонн я уже даванул. На 10 тоннах он даже не шевелится. Пресс у меня 20-тонник, я взял запасом, потому что 10-ка не всегда достаточно. Так, ну вот я не успел заметить, шар у меня вылетел порядка, наверное, где-то 12-ти 12 тонн, скорее всего, было. усилие страгивания. По сравнению со струбциной силовой пресс, конечно, более надежен и более эффективен, но когда пресса нету, можно работать со струбциной, но рычаг придется греть, по-другому струбцина такое усилие не может создать. Излишне нагружать я боюсь, потому что, скорее всего, она просто лопнет по вот здесь слабым местам. так что, берите на заметку подручными средствами типа молотка и кувалды, я думаю, затея с выпрессовкой шаровых вам не удастся, поэтому нужно вооружиться хорошим инструментом. Как можно видеть, шаровые установлены, буду собирать автомобиль в обратном порядке. Из заметок закладушки все сейчас я почищу, хорошо смажу и соберу. Поэтому, друзья, не забывайте смазывать крепежные элементы при обратной сборке. всем спасибо за внимание, друзья, всем удачи, счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok